Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл «Айда» в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». И сегодня мы не будем обозревать ни мотор, ни машину, а расскажем о конкретной проблеме, которая встречается на конкретных двигателях BMW. Сегодня мы расскажем, как решить проблему, которая случается на двигателях N55 и S55. Итак, поехали! На нашем канале есть подробнейшая разборка двигателя N55. И там мы рассказали о проблеме, то есть износе шестерни эксцентрикового вала. Данная проблема рано или поздно случается на любом моторе. Ну, примерно при пробеге в 120 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в городе, либо же при пробеге примерно в 150 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется по трассе. Смотрите, как здесь все устроено. В центре ГБЦ установлен вот такой электромотор. На его вале шнек, и в народе это называется червячная шестерня. При вращении вала электромотора червяк приводит зубчатую шестерню. От этого вращается весь вал ValveTronic, а эксцентриковые кулачки на нем толкают промежуточные рычаги. В общем, все это нужно для того, чтобы изменять высоту подъема впускных клапанов. Обратите внимание, что эксцентриковый вал прижат, можно сказать, уравновешен 12-ю пружинами. Это возвратные пружины. Так вот, зубчатая винтовая пара преодолевает усилие этих пружин. В результате происходит износ, и в первую очередь выработка происходит именно на зубчатой шестерне. Отметим, что инженеры, проектирующие этот механизм, закалили червячную и зубчатую шестерни, то есть их сталь, таким образом, что они имеют одинаковую жесткость. А вообще, чтобы минимизировать износ пары трения, один из ее компонентов должен быть тверже. Дальше появляются внешние проявления износа, то есть в момент инициализации в ValveTronic появляется скрип, шестерни заклинивают, заедают и инициализация не происходит. Напомним, что в этом механизме нет датчика крайнего положения эксцентрикового вала. Моторчик должен от упора до упора прокрутить вал. По скачкам напряжения ЭБУ фиксирует крайнее положение вала. Если вал моторчика вращается заеданиями, то инициализация не происходит, а скачки напряжения могут привести к повреждению ЭБУ. Ну а дальше все. Самое интересное, что делать, если зубчатая шестерня изношена и ValveTronic не работает? Ну, менять эксцентриковый вал на новый, но цена нового для мотора N55 от 900 до 1200 долларов. Специалисты СТО, на которой мы находимся, нашли решение. Но чтобы это решение принять, они покупали автомобиль с мотором N55 и обкатывали там решение. Так вот, решение в том, чтобы заменить старую изношенную шестерню на вот такую новую, которую они разработали. Итак, как все это происходит? Смотрите, с оригинального эксцентрикового вала была сошлифована старая изношенная шестерня и приварена вот такая новая. Вот этих точек сварки достаточно, потому что здесь нет ударных нагрузок. Такое решение примерно на 100 тысяч километров. И когда вот эта новая шестерня износится, ее можно срезать, перевернуть и приварить. То есть, получается одна шестерня на 200 тысяч километров. Ну, а сейчас мы поговорим с разработчиком. Зовут Игорь. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову вот эта идея? Ну, в голову пришла из-за того, что не было решений. Только что, если покупать новый вал, и, ну, БУшкой перекрываться было тоже рискованно, потому что перекрылись БУшкой, загорел блок ДМЕ. Поэтому, когда разобрались в чем проблема, то есть, когда разобрались что износ в шестеренках, в звездочках конкретно на валах, то долгое время были вынуждены покупать дорогие детали. То есть, именно дорогой вал. Ну, а чтобы удешевить, то есть, ну, разработали вот такую звездочку. А скажите, пожалуйста, вот вы разрабатывали звездочку, и, ну, по факту, из нашего там разговора перед съемкой, да, характеристики у нее немножко другие, нежели заводского изделия. Да, сначала мы... у нас была задача склонировать полностью копию сделать. Но при разработке появился еще такое окно решить некоторые проблемы по большому люфту между шнеком, ну, то есть, червячной передачей и звездочкой. Вот, поэтому было изготовлено там 4-5 звездочков разной полноты и разного шага зуба для того, чтобы путем селекции выбрать самую удачную звездочку. Ну, вот, в общем-то, вот эту звездочку в Севереве пустили. Ну, возможно, так сказать. Ну, и что мы получили в итоге? Ну, мы в итоге, из-за того, что уменьшился люфт между шнеком и звездочкой, он стал устойчивой работать с мотор, соответственно, меньше люфт и сокращается износ звездочкой. И самое главное, то есть, вся эта разработка глазов 4-5 дешевле, чем сам вал. Вот это было самое интересное. То есть, мы ответили на вопрос, как решить проблему, и что эта проблема в несколько раз дешевле решается именно вот таким вот способом. Хорошо, спасибо. Да, не за что. Ну что, вот такой вот краткий экскурс по проблеме с двигателями BMW у нас сегодня получился. Если хотите еще такие репортажи, то обязательно пишите об этом в комментарии. Все контакты этого СТО, которое решит эту проблему, у нас будут в описании. Поэтому ныряйте, если надо решать. Итак, если вы хотите, чтобы мы делали такие же классные репортажи и обзоры двигателя автомобиля, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».